Приветствую, друзья! Картина, конечно, будет шедевр, как и прошлые, потому что мы вместе с вами её будем рисовать, как и прошлые. Так вот, интересно. Вот видите, там у меня доска стоит, ютубовская, ещё 100 тысяч, да? Но у нас уже не 100 тысяч, у нас уже гораздо больше, у нас 187 тысяч и застряло, потому что у нас в России почему-то ютуб застрял. Ну, наверное, вы знаете. И вот вопрос заключается в том, что надо всем, 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 всем потрудиться над тем, чтобы расширить нашу школу. Подписывайтесь на ютуб и прошлый ликбез, который бесплатно мы проводим. Посмотрите, кто не смотрел, какие там чудеса научные, как человек за 3-4 минуты выходит на состояние нирваны, на состояние свободы, на состояние потока. Это состояние, которое ему даётся так просто и легко за счёт детской игры, которую он играл в детстве, но сейчас со своим взрослым опытом и умом. Соединяется детская естественность, то есть природа, с его опытом, знаниями и ассоциациями всей жизни. Посмотрите там в ютубе, это каждому полезно. Ещё вот что. Дело в том, что мы впереди планеты всей, потому что у нас школа человек будущего. Потому что ещё много-много лет назад я раскрыл потенциал человека и сказал, что все болезни, в принципе, от недореализованности человечности в человеке. Его творческих начал. Вот у меня была приятельница, она как-то делала, она по телевидению выступала, у неё был детский мир кино. Кажется, так называлось. И она как-то сказала очень интересную вещь о недореализованности потенциала человека. Если бы, говорит, у Адика, в детстве, у которого была склонность рисовать, и он, говорит, в детстве рисовал, если бы дали ему возможность раскрыть свой потенциал, может быть, и войны бы не было. Вот той, которой мы, Великой Отечественной войны бы не было бы. Может быть, и фашизма не было бы. Ну, я не знаю, но мне кажется тоже, что самый главный способ реабилитации от любых болезней, особенно психосоматических, является более полной реализацией творческих начал человека. Чему и посвящена вот наша вот единственная во всём мире сегодня игра детская, которая любому человеку доступна, потому что он там вспоминает по определённому алгоритму, снимая нервно-мышечные зажимы, вспоминает себя в детстве. Что он играл там, то ли через скакалочку прыгал, то ли он ходил с альпинистами, вспоминает другой счастливый случай жизни. Ну, вы там посмотрите, там же всё открыто, бесплатно. Потому что более продвинутого, более такой современной техники в мире не существует. Ни у нас, нигде, ни в Индии, ни в Китае, ни в Америке, ни в Португалии. Ну, нигде нету. Это то, что самая вершина. Потому что это мы все родом из детства, как сказал поэт. Друзья, ещё очень важно. Я недавно смотрел про дыхательные техники. Ну, я же давно уже писал в книгах, видите, и на английском, и на французском, и на русском, и на сербском. Ну, на многих языках и написано. Да. Особенно в последних книгах, где мы используем энергию страха, стресса, боли, как стресс-трамплин для того, чтобы создавать, как по айкидо, перенаправлять эту энергию на новые свои достижения. Я там писал, например, о дыхательных техниках. У нас есть ключевое дыхание. За одну минуту как можно выйти, если вы, например, на шторме 10 градусов, боли, страха, паники, выйти на ноль, на безмятежность. За одну минуту. Есть же, ну, смотрите, ключевое дыхание. Есть. Более продвинутой техники дыхательной нет. А сейчас я хотел сказать, что даже табакокурение, дело там не в табаке, а дело именно в том, что мы, когда выпускаем дым, мы как бы обнуляемся, мы в безмятежность уходим, потому что в этот момент, когда человек выпускает кольца дыма, он задумывается, он уходит из напряженного состояния, из бытовщины, куда-то туда, в себя, далеко, в нулевое состояние. Это он поэтому прицепляется к сигаретам. Ну, плюс, конечно, еще табак. Так, я же писал в книжках последних о том, что если человек это моделирует без всякой сигареты, он получает такой же эффект и может быстрее бросить курить. Ну, там много еще мы даем, и мне просто по-человечески хочется, чтобы больше людей получили пользу. И поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на каналы Ютуба, на канал наш Телеграм, подписывайтесь на наш этот самый Одноклассник, ну, везде подписывайтесь, чтобы наша школа развивалась. И не мне это нужно, я это уже давно сделал. Это нужно даже самым маленьким, которые делают шалтай-балтай, совершенно нас не спрашивая. Я просто осознал, что в этом движении, повторяемое движение снимает напряжение, и когда предлагаешь взрослому, делай это осознанно, думай, о чем думаешься, переживай, о чем переживаешься, или подбирай себе действие другое, например, лыжник там, или плавательный, который хочется продолжить, это критерий тоже в мире нету. Твое действие – это то, которое хочется продолжить. И оно приводит к обнулению, приводит к нерванию. Да, если в этот момент ты еще мечтаешь о желаемых переменах в себе, и в будущем у тебя включаются именно те ресурсы, да, и гормональный баланс. Это очень интересно. Это все было, все есть, поэтому дайте нашу школу как можно большим людям. Делитесь в группах, пишите, когда вы встречаете где-то дыхательные практики или что-то в интернете, тоже пишите, что есть ключевое дыхание, которое отменяет за ненадобностью все эти волевые усилия. Я когда Бутейко показал, вот это вот, что руки когда расходятся, он говорит, ой, дыхание стало как надо, а он-то знал как-то как надо. Понимаете? И он говорит, это, наверное, нужно тем, кто не может волевым образом блокировать дыхание. Я говорю, почему? Можно же всем. У нас же все проще и эффективнее. И Сидельникова. Сидельникова? Не, ну кто там делает вот эту вот интенсивную дыхательную практику и тоже выходит на это же состояние? Я забыл фамилию, извините, честное слово автора надо помнить. Ну, выскочил я из головы. Так там же дело не в дыхании. Если вы просто возьмете и повторяемые движения, которые синхронно с вашим текущим напряжением будете с этой частотой делать, у вас тоже наступит то же самое благополучное состояние. Дело там не в дыхании. Я же вычислил, в чем там дело. Поэтому делайте без нажима на дыхание, делайте как вам проще. Ну вот, такие вот дела у нас все есть. Мы впереди планеты всей. Все есть и дыхательные практики. И отвыкание от вредных привычек. И достижение нашей мечты. До встречи, друзья. Кстати говоря, у Алена, моего Алиева, моего сына, новый канал ютубовский. Там тоже подписывайтесь. У него своя манера изложения. У него свои находки. Он с вами тоже поделится. Это мой сын. И поэтому он такой же, как я. Потому что он здесь своим занимается. Самый первый специалист. И у Шейны. У моей дочки. Там тоже смотрите, подписывайтесь. Они очень в оригинальной манере все выдают. Да. Династия у нас. И школа наша. Человек будущего. Homo Futurus. Это же потрясающие люди. Которые умеют так дать совет. Которые умеют так задать вопрос. Что у вас и рождаются ответы на эти вопросы. У нас потрясающая школа. Поэтому всем спасибо, друзья. И как говорил один режиссер, когда снимал фильм. Всем спасибо. Нет, как он говорил. Спасибо. Все свободны. До встречи.